здравствуйте друзья сегодня лишь пойдет о удобрениях на рынке удобрений столько много что когда начинаешь разбираться прям мозг закипает а хочется купить как-то ну поменьше этой химии не покупать там 10 пакетов разных хотя в этом пару купить и чтобы подходила под все культуры ну вот приходится лопатить литературу вы если вы также как и я не агрономы ну давайте вместе разбираться в общем я стала разбираться с удобрениями и свой выбор остановила на удобрениях фертика фертика это ранее они продавались под брендом кемира это удобрение из финляндии но с 2011 года после слияния с крупным норвежским концерном яра вся продукция выпускается под торговой маркой фертика в составе удобрений нет хлора и очень большой ассортимент но есть удобрения сезонные весна-лето осень они гранулированные их просто вносишь почву и заделывает есть водорастворимые с разным содержанием азота фосфора и калия они вот в таких разноцветных пачках здесь вот желтое больше фосфора красное больше калия коричневая тоже жидкие в бутылках и в ампулах например для роз для подкормки своей рассады я остановила свой выбор на удобрение фертика кристаллон водорастворимое удобрение желтое потому что в составе азота 13 процентов фосфора 40 и калия 13 на данном этапе ну когда конечно не подрастут немножко сейчас еще рано подкармливать когда появится два настоящих листочка нужен растением фосфор для корневой системы подкармливать очень просто минимальный расход вот для овощных культур 3 подкормки за сезон нужно буквально одна чайная ложка на два с половиной литра и это удобрение хорошо подходит для почв для влажных и холодных почв то есть весной у нас обычно заливает и холодно поэтому растение будет более устойчивые к стрессу еще мне это удобрение понравилось тем что здесь все питательные вещества находятся в хелатной форме то есть они будут быстро усваиваться растениями и удобрение кристаллон можно использовать для вне корневых подкормок в общем на лето я еще куплю красная кристаллон там побольше калия процент когда будут завязываться плоды уже вот и хорошо что не надо закупать в много разных удобрений и не надо много места для хранения ну может цена немножко и не дешевая но зато безопасно для состава почвы в общем если вы пользовались такими удобрениями напишите пожалуйста или вообще какими вы пользуетесь удобрениями будем вместе разбираться что более скажем так безопасно что более интенсивно работает но и всем удачи в вопросах выращивания рассады всем пока до новых встреч